Всем привет! С вами ДК-82. Появилась возможность протестировать просто нож по мясу, за что большой рахмет одному очень хорошему человеку из поселка Татарская Каргала. Не будем много рассуждать, будем просто резать и смотреть на результат. Ну, длины клинка хватает вполне для такой работы и не только для такой, я думаю, а мясо какое замечательное. Сразу видно, что свежее. В общем, как я и говорил в том видео, где тестирую нож этот в лесу, что это просто нож, просто рабочий инструмент. Все зависит, наверное, от человека больше. Ну, если кому-то нравятся ножи такого типа, то почему бы и нет. В принципе, вот я примерно недельку, наверное, попользовался им дома, именно на кухне. И скажу вам, к своему личному удивлению, начал получать даже какое-то удовольствие от общения с этим ножом. Так что, не все однозначно. Если кому-то он не зашел, значит, на то были причины. А если кому-то наоборот понравился, то на это тоже были причины. Все зависит от условий использования. А так, как я уже говорил, по рукояти, вообще по удобству, вот так вот работы, претензий абсолютно нет никаких. Ну и то, что вот нож острый. Да, действительно, и достаточно так нормально держит он рука. Неделю он у меня выполняет различные работы, как я уже говорил, кухонные. И я его даже не правил, ничего с ним не делал. И все прекрасно. То есть, я не вижу, что он подсел. Хотя бы даже чуть-чуть. Он как работал, так и работает. Ах, укусил. Понравилось, что я его хвалю. В общем, неплохой нож. Возможно, кто-то будет говорить, что это реклама. Абсолютно никакая не реклама. Еще на первоначальном этапе, когда только начали они свою рекламную кампанию. Я имею ввиду, просто нож. Вот, я им написал письмо. Так, мол, и так. Вот я блогер. Давайте, мол, пришлите мне ваш замечательный нож. Я сделаю вам рекламу. Ну, видимо, они посмотрели, что у меня подписчиков не очень много. Просмотров не очень много. И отказали мне. Так что, все, что я сейчас делаю, только на общественных началах. Этот нож, как я уже говорил, принадлежит моему товарищу. Илюха, привет! Который любезно мне его предоставил для обзора, для тестов. После выхода видео про тесты, хозяин ножа немного расстроился. Так что, думаю, сейчас у него настроение должно подняться. Нормальный нож, Илюха. Нормальный. Рабочий, удобный. Ну, сам видишь. Так что, с каждодневными бытовыми задачами, походными, рыбацкими, охотничьими, этот нож, я думаю, справится без проблем. У нас как, в основном, привыкли покупать ножи с надписью «Кизляр», которые с кизляром ничего общего на самом деле не имеют. И вот выходит этот охотник бравый, повесит на пояс себе нож. Сантиметров там 25-30. Длина клинка. И вот он с ним вышагивает. На самом деле, конечно, таким ножом абсолютно неудобно работать. Он только для красоты. А здесь все, в принципе, совместили. И красота, потому что это классический вид ножа таежного. И функциональность. Так что, бывает такое, что перебываюсь я. Как оказалось. Вот, попользовался ножом и уже изменилось у меня о нем мнение. Не так уж он и плох. Вот такие дела, друзья. А на сегодня это все. Надеюсь, видео кому-то окажется полезным. Ходите в походы, берегите природу. С вами был ДК. Всем пока.